Отреставрированы черновой фасад здания, вставлены окна, уже заменены все инженерные сети, электроснабжение, водоснабжение. На площади 3000 квадратных метров скрыты абсолютно все перекрытия, разобраны полы и внутренние перегородки. Сейчас идут штукатурно-малярные работы и монтаж вентиляции. По планам у нас теплосеть, непосредственно к школе будем наружные теплосети подводить с наружным водоводом. По благоустройству это значит у нас формирование пойдет спортивных площадок, с последующим установок малых форм, мини-стадион, где беговая дорожка будет присутствовать, ну и естественно потом насаждение зеленое, озеленение, асфальтирование вокруг школы. И внутренние работы параллельно будут продолжаться уже по чистовую отделку. Чистовая отделка начнется в начале сентября. Отметим, что проектом предусмотрена перепланировка внутренних помещений согласно новым СанПинам. Поэтому часть классов будет расширена, появятся удобные хозблоки. Неизменными останутся только несущие конструкции. Строители обещают сохранить стиль старой школы, лепнину и другие декоративные элементы. На этом объекте у нас вопросов не возникает. Все трудности, которые тут возникли, уже решены. В общем-то подрядчик идет абсолютно в графике, даже где-то с опережением графика. Сейчас посмотрели, какие дополнительные работы надо предусмотреть. И вот сейчас вот с коллегами посоветовался. Наверное, в следующий раз уже пригласим отдельно также на объезд руководителей юридических комитетов, все-таки с родителями, пообсуждать, что бы им хотелось видеть. Может, какие-то предложения будут со стороны уже непосредственно родителей тех учеников, кто ходит в эту школу. Поэтому пока есть возможность ввести какие-то корректировки, изменения в рамках действующего проекта, конечно, безусловно, то их можно сделать. Параллельно ведется закупка современного учебного оборудования. Для оснащения 24-й школы приобретается оборудование на сумму 53 миллиона рублей. В классах появятся цифровые лаборатории по химии, биологии, математике, географии, физике, робототехнике, различные наглядные интерактивные пособия, 3D-принтеры. Дети смогут заниматься по технологическому и естественно-научному направлениям. После капитального ремонта здесь будут получать образование 450 школьников. До начала строительных работ обучалось 335 детей. Завершить и торжественно открыть школу планируют в январе 2022 года.